Позаниматься на тренажерах или, к примеру, поплавать в бассейне. Это не прихоть избалованных хозяев собак, а способ для животного восстановиться после травмы или, к примеру, поддержать свою физическую форму. А еще в этом профессиональном центре подготовки собак занимаются дрессурой и могут обучить абсолютно любого человека, как воспитать свою собаку и совместно выполнять различные цирковые трюки. Прыг! Стыдно. Стыдно, стыдно. Стыдно, да, стыдно. Харше, стыдно. За кусочек мяса шпиц Варя готова выполнять любые команды. Ходит на задних лапах, кувыркается и запрыгивает на спину хозяйки. Софья говорит, ее питомец – настоящий энерджайзер, хоть здесь выплескивает энергию. Еще одна подопечная девушки Люси трюки выполняет исключительно ради мячика. Девушка говорит, для собак эти тренировки скорее игра. Должен быть контакт между собакой и человеком, дружеский такой. То есть ты не ставишь собаку меньше себя, ты не приказываешь ни в коем случае физическая сила. Все должно происходить само собой. Ты ее просишь, она делает тебе то, что ты хочешь, ты даешь лакомство. Собака понимает, что работать – это очень круто, вкусно и весело. И вскоре ей будет нравиться с вами работать. За полтора года Лаки уже освоил 13 трюков. Вообще же, чтобы научить выполнять простейшие команды, нужно примерно месяц, говорят специалисты. Впрочем, здесь многое зависит от самого хозяина. Поэтому, как шутят в центре, тренируют здесь не только собак, но и людей. Собака, она как бы физически очень хорошо развивается и концентрируется на хозяине очень хорошо, когда вообще, в принципе, с ней занимаются, учат ее каким-то трюкам. Это раз. И второе – очень интересно своим знакомым, друзьям показывать. То есть все ждут новых команд. Это просто интересно. Мы недолго учили команду какую-то. То есть, например, одна команда нам давалась выучить за два дня. А если хорошо отработать, уже хорошо-хорошо, то запятить. Вообще, собака, она не бывает неправа практически, потому что это, если она что-то сделала неправильно, то виноват хозяев. Самых маленьких хозяев детей здесь же учат хедлингу. Это умение показывать собаку на выставке и занимаются с четвероногими на беговых дорожках. Принимают собак всех пород и возрастов. Как говорят специалисты, начинать тренироваться никогда не поздно. Обучить можно любую собаку. Главное – настойчивость. У нас обязательно правило, чтобы собаки были привитые. Это обязательно условие, потому что мы собак непривитых не допускаем на занятия. У нас ведется журнал, где мы отслеживаем, чтобы все прививки были проставлены. Даже собачкой, которая беспородная, может заниматься послушанием, дрессировкой, потому что любая собака в городе должна быть воспитанная. Площадь центра – тысяча квадратных метров. Он самый большой в России, единственный в Красноярске. Поэтому теперь здесь же будут проводить выставки, и собачникам не придется скитаться по разным площадкам города. Ольга Тишинина, Алексей Гусев. Новости.